сейчас папа хочу все-таки это вот так вот расставляют машины вот вся выставка огромная-огромная все культурно все по указателям никаких пробок все четко вот неудобная хрень давали за кэш на это вадик да он сегодня пишет платит за все и у него тоже есть видосный канал и он будет там в описании я только начинающий не важно вот большой экспорт пол а там что-то детская угадь на а билетик вот сюда вот как ночных клубах раньше да но вот здесь вот короче какой-то зал зал сидушками сидушками огромный зал пойдем смотреть чего кого чего кого люди приходят рам с пистолетами все сдается если что на входе вон там он как получить больше просмотров да давайте выложить до очень когда и но пойдем как-нибудь против ли по часовой много-много оружия все с ценами все сразу можно купить значит спросил я у одних продавцов сейчас как вообще обстоят дела с покупкой здесь во флориде они мне сказали если есть drive license то можно без проблем купить ствол подождать три дня и этот ствол можно будет прийти к ним забрать после три дня будет проверять тебя на компьютере вдруг чё всплывет вон автомат немецкий фашист и вот стволов полно 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 например на такой берет он этим мне нравится берета пистолет полицейский который вариант стоят они здесь немного вот такой стоит это же похож пестика из этого из контр-страйка 700 долларов 880 плюс 7 процентов у него такие штуки прицельные есть специально сделали чтобы не вставить бы туда патрон и не расчистить его любые иголи любые под стеклом есть старинное оружие дофига всего магазины вот там автомат еще споем примерим себе но пигель скорее всего у нас будет приобретен уже в другом штате поэтому здесь но во флориде вы можете без проблем купить пистолет если у вас есть легально здесь основали находиться о калибре практически пистолетик вот тоже маханьки сумочку положить в том очка но тискан жены купить ну да жена жена минус один потом ставлю будет вот это вот дура резиновая ручка очень крутой очень крутой пистолет он какой-то бэушный немножечко по моему но стреляют охереть какими смит вессе 45 калибр как делить и как узнать сколько миллиметров чтобы вы знали берете вот эту вот цифру делите ее на 4 если у вас 36 калибр делите на 4 вас получается 9 миллиметров из 24 4 калибр делите на 4 получается 11 миллиметров с калашом хоть кто-то приехал такой раз сейчас это хочет купить себе патронов вот не чешные такие вот это вот очень же смотри мужик это короче ракеты космоса пускать или на слона на слона по-любому это вот это прям совсем детские пистолеты но чтоб понимание было это пластик на этого железка и это тоже вот это вот пластик сверху железка но как бы смерть причиняю да не одинаково что пластик и что они не вот этот как идет он из трядах видишь но просто в руках идет просто несет калаш он же без магазина идет ножики оленины смотрите сколько сколько ножек вообще прикольно ну да ножики грамм произведение искусства по основной ножики делаются поскольку заказы крутые ножики давали до четки стал конечно все выполагается за сабля с этим даже можно это вот наверно ножи для разделки ой енот вчера дорогу перебегал с этим крокодилом вместе на хорька похож на находили вон там пройтись здесь компоненты всякие продаются под стволы вот и какие штуки это вот та часть которая называется ну короче вы сами понимаете если вы фанаты оружия здесь все видно что к чему в фориде можно покупать и винтовки и автоматы и пулеметы лишь бы у вас хватило денег на все дело гайская миксом видео спрашивать чтобы не было проблем кто-то без проблем соглашается а кто-то нет ой какая штука смотри футуристичный пистолет вообще а такой знаешь из будущего такая садри тоже написано конкретно да и гермарк и из будущего как где все летают на дирижаблях и стреляют лазерами из подобных вот таких вот штуков офигенно однозарядным он как спортивный пистолет такой нет с магазином да с магазином 600 долларов цена опять эти вот штуки игрушечные непонятные блин а сколько здесь дешевле пистолеты стоят у меня в россии есть пистолет остался кстати да он у меня стоил 50 тысяч рублей здесь псих 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 а здесь крутые штуки вот эти вообще вот это вот это капец это ну куда ну по кому вот это вот все стреляется по мексике да нет тут можно троих в ряд поставить и он их прошибет этот тоже отличающий вариант так и робинь всякие пуш а это вот это глок вот этот глок кто играл в counter strike знает что такое глок глок по моему был у этих самых у попов вот глок вот он такой квадратный а с другого клуба наверное очень крутой но мне глоб не очень нравится в этом плане пластиковый весь вон там поем подожди подожди вот это вот классика я хотел пистолет себе купить похожий друг на друга я из него уже шмарал вот из такого так и что это берета берет до 600 долларов примерно запускаются на а вот берет и дадим отлично ствол длинный можно дальние расстояния когда кто-то же тебя грабанул убежал метров на сто можно в принципе с таким стволом довольно прицельно отстрелить ему пятку просто прям в руке лежит на попробуй вот тут сброс магазина кнопочка все удобно и прям такую мужицкий как-то давай встать какую позу а я тебя я я тебе сделаю заставку на на этот самый как века его велико не пустая сейчас как-нибудь ну наверное а сколько у тебя поэтому если что со слышу со стоп возьмем у деревянная ручка просто невероятно здесь даже есть пластиковые фланка прицельная здесь короче бластерные пули заряжаются здесь вылетает пуля смотрите андре нарезка для хорошей нарезка вкусней смотрели у нее обычная у револьверов у здесь вылетают ствол а здесь он снизу пролетает и механизм ударный понизу идет офигеть это вы 999 долларов когда есть какой-то вообще не знаю если тебе приходят люди ночью домой ты выходишь таким пистолетом они просто тебе еще доплачивают и уходит это что-нибудь чудо возьмут косарь такие будут доплачивать по это этот как его сувенерский вариант или как рыба рыбокопе такой же он реальный угол еще игра жалко шинину 6 но пойдем пойдем дальше у нас а мы здесь должны нет не здесь пойдем куда-нибудь еще посмотрим что касается патронов разных патронов вот прайс на патроны никому надо посмотрите паузу поставьте здесь разные есть вот стоит допустим 72 доллара сороковой тридцать восьмой калибр пули экспансивные есть обычные классика есть тупые ну вообще любые кепочки вот восемь бочей 16 долларов да в принципе недорого можно стрелять все что хочешь вот как 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 делаются будет все просто прикольно баллистический гель которым испытывают его плотность равна плотности человеческого тела если что то есть вот так вот просто входишь с автоматом беспалево со норм все тинейджер какой-то купил просто да причем об соску об соской куда ходит просто и все а вот охотничьи темы пошли но пластик понятно что такое прям там пластик пластик люди это у нас пока и это у нас коллаж какой-нибудь ручки на коллаж для охотничьего патрона подарит еще дается молот молот всего молот и горячий это это разборные винтовки я так понимаю складные по буро мой взгляд когда что-то типа узи но не узи вот вообще нормально все как полагается келлар не знаю легенький легенький это предохранитель на пистолете не трогать твою же мать что вот без сравнения вот рука не знаю здесь калибр когда слонобойного если вам нравится оружие просто рай будет ой пойдем в эту штуку поглядим что там у него нету ничего, никакой крышки ты там ничего не увидел? ну да ладно если может вы что-нибудь раз смотрите там просто какой-то окуляр а здесь здесь тоже ни хрена не видно а вот голубенькая симпатичная винтовка Arctic Style потому что Вадик что-нибудь увидит не увидит нет, я это увидел и что там? чего-то а эта вот штука это не приклад это скорее упор в плечо в бок а ну сними меня мужчина на мой телефон сбоку где-нибудь я вот это волну я просто отсюда что нибудь сюда как вот так наверно я его кладу давай да 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 ага вот это прикольно вот это мне нравится упор его точно не будет ставить так плечо выбит просто как нибудь так надо что в суд короче держать а ты пьяная вещь? мне нравится да бери нет будет твоим первым пистолетом скорее мне его не продадут потому что еще не дорос вот акашечка практически да я из такого стрелял какое-то время очень успешно между прочим с автоматом у меня все хорошо ну что просто в Екатеринбурге без автомата калашника нельзя выходить на улицу как бы в моем районе жить да просто так ну что у нас о о о здесь даже сама перекрестие мне кажется что я здесь подстарапался о смотри какой хастер дизайн какая сварка да из трубы из какой-то делали просто причем здесь ничего нет внутри там просто такая пустота это что такое мушкет или наверное что это такое 1200 ну 1300 700 1878 года какое оно старое как оно вообще дожило до этого времени скорее всего это можно использовать как интерьер наверное смешно да вам никакие этот наверное свой большой второй мировой да ну пойдем дальше отдай телефон кейс кино такие там футболки футболки пестики футболки автоматы ооо оооо пойдем пазмерим что-нибудь посмотрите там что у нас вот пакет у нас 5 экстра магазина и все остальное заобъем что там цена это Очень крутые штыки. Очень крутые штыки. Очень крутые штыки. Просто невероятно. Да. 800 долларов стоит вот такой автомат. 800. Офигеть. Боже. 800 баксов. Прицелы. Если посмотришь, вот в те автоматы, там прям точка зеленая, красная есть. Как он называется прицел? Коллиматорный или какой он там? Хер его знает какой короче. Вот. Все тут такое вот. Все что хотите. Поглядим. Что там? Ну хрена там. Да. Это просто манекен. Так, здесь аксессуары для обслуживания ваших душек. Все что хотите. Любые темы, стоматологические инструменты. Три доллара стоит. В зубах пока поковыряться после еды. Это с утра зубы почистить. Твоему носорогу какого-нибудь. Слонику. Шамбала. Все что угодно. Все однообразное. Здесь такое. Ну что еще тут? Ну не знаю, пулеметов здесь нет, танков нет. Опа, какую штуку я нашел. Можно? Это точно из контртрека? Да, да, да. А ну на сними меня с ним. Да. Весь не влезаешь. Вот так и сюда. Давай там. Follow me. Гоу-гоу-гоу. Жесткая и прикольная. Сюда вставляет самогаз. Потом здесь вот передергивается. Передергивается, да. Передернул. Пошел мочить. Давайте любители контрстрайка комментируйте. Давайте. Похож или нет? Я тебя подержал в руках в натуре. Прикольно. Это что, М16 или М4? М4. Все что выводит на М4. 800 долларов стоит, чем позднее. Нормально. Но у калашникового лучше. Да. Короче, лучше все вообще. М4 как мандевожка. В руках она прям, ну такая, живая. Она вся двигается там. Постоянные люфты. Калаш берешь, он весь такой собран. А тут рука это вот. А вот сам видись. Это что, М16? Хоть что. Хоть М4, хоть М16. Хоть. Ну любую. Возьми, она как это. Ты чувствуешь, что она вся как ходуном ходит? Да, да, да. Вот-вот. А, ну это он другой. Вот, наверное, М16. Одна хрень. Она вся вот такая вот. Если бы там был патрон, я сейчас кого-нибудь... А шмальнул бы, да? Ну бывает. Вот. Чемоданы с ружьем. Все дела. Не трогать. Эти можно трогать. Ну обычная. О. Ой-ой-ой. Ватик, сними меня. Вот с этой штучкой. Ду-ру-ду-у. Где там? Вестерн. Бренд Нью. 1860 года? Да. Смотрите, какой он, маленький, детский, 30 лет у него калибра. О, это старший, 1800. Хоть потрогайте его. Такой он. Давай, смотри, мы точно патрон забыли вытащить, точно миллион сразу просмотров будет. У меня был винчестер в России, черный полицейский вариант, винчестер 1200. Но я его еще здесь такого не видал, вот типа вот такого. Я покажу, как передергивать правильно надо. Передергивать я вам сейчас покажу, я вообще лучший в мире передергивающий... Какое-то слово длинное. Передергивающий. Передергивающий. Так он и... И так он и воспринялся, потому что он шел по такой автоматке. Тоже ходуном. Наверное, подписчикам будет интересно, что ты в руках ты держишь. Надо там называть такой пистолет, какой-то такой-то сделал. Да, говно это. Говно на палке, да. Смотрите, 895. Пей-15 какой-то. В полметра. У всех примерно одна хрень от М16. ЗК от М4. И вот. А вот эта система тоже из Counter-Strike взяли и создали потом такой автомат. В Counter-Strike придумали, а здесь создали. Это штука. Оп. Смотри. Это у кого руки плетущие, руки загребущие. Оп. Взял. Давай, по Сигвею стреляй. Ты кушку выключил и пошел стрелять по этой стойке. Смотри, как парнишка гоняет на этой штуке. Ну, удобно. Так это он специально, как мишень. Давайте ему на спину повесим. Смотри, передергивал с этой стороны. Здесь вот пульки вылетают. Эти пузы вылетают. А здесь передергивал. Это что? У калаша. У него вот здесь затвор. То есть ты стреляешь. Дрэнс. Дрэнс. А здесь именно. Видео специально для этого сделало. Держишь. Видео сделало. Передергивал страницу. Приходит. Можно поднимать. Террорист вин. Оооо. Футболку заворю сейчас. Можешь. В помещении покороче сделать, чтобы удобно было. Мога бы болеть по-бырому. Ну в банк заходишь так, чтобы это место мало. Я тебе сейчас покажу, что надо в банк. Я тут как бы бывал уже в банке. Вот так вот. Да. Можно еще покороче ствол поменять. Здесь стволов можно. Можно прийти, кстати, в любой палатку. Мне в банк надо сходить. Подберите мне что-нибудь. Подберите мне что-нибудь. Я и тебе подберу с удовольствием. Еще и там в честь синего пистолета. Волсвага красный. Да. Допустим броник какой-нибудь. Коротенькую пушечку такую скоростерельную. Магазин поемче, чтобы если что будешь убегать. Было в кого пострелять и как долго пострелять. Ну вот уже кто-то что-то приобрел. Аж два. Вот это да. Есть такая резиновая шняшка. Передернут шняшка, блин. Да и Вася, что на слетка? О, какое. Вот это да. Смотри какая интересная штука. Вот это целик. Оптическая мушка. А это мушка. Но она, вот если там смотреть. Прикольно получается. Точка и точка. Просто две точки сносишь. Вот так вот наверно лучше будет, да? И шмаляешь. Прикольно. Он весь такой резиновый. Весь такой мягкий. Шняшка-то резиновая, да? Такой прямо. Да. И вот сюда видимо в пулях несколько вылазит. Снова винчестеры пошли. Жалко вот ими вот так вот не пощелкать. Это какая-то вообще тема. Для стампировки. Винтовочка. Мы еще не начали, кстати, снимать. И винтовки. Пойдем поищем. И вон до того пулемета доедемся. О, какая подзорная труба тут была. В общем, если что, американцы готовы к войне. У-у-у. Вот эта шняга по-любому в кино снималась. Ну возьми, давай, возьми, я тебя сниму. Вадик ходил, сейчас спросил меня снять его. Ну что, давай. 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 Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Какой-то приклад короче, наверное, тут что-нибудь регулируется, Да по-любому. Да, футуристичная тема. Сколько стоит? Опять всем будет интересно. 1525. Подержал. Да. Вот автоматы стреляют большими патронами с двенадцатым коленом. Все электрошокеры где-то испытывают. Да. Вася скажет, что он очень хочет попробовать на себе. Ага. Очень любит. Ха-ха. Я в России пробовал, у меня тоже есть шокер, и я его долбил. Все, кто смотрит и знает меня, знают все, я это пробовал. В принципе, но не в шее, в тело. Вот тема. Какая-то модификация. Ну а чтобы не разбудить соседей, выстрелами в голову. Оп. Такая вот фигма используется. Нормальная тема, да? Вот. Шипту. Удлиненный пистолет, да. Как раз та. Это та, которая тебе нравится, бери. Это именно с глушителем, как ты видишь, как в Екатеринбурге. Как оставила. Ха-ха. Да. Вот это вообще непонятно зачем. Это просто, это просто охренеть, какой размер стреляет. У меня даже в рука его не может взять. О, вот это big size. Это 3XL, я бы сказал, да. 3XL? Не знаю, он, наверное, весь район поднимает на уши, когда стреляет. Ну да, Magnum. Какой там у Magnum и калибр-то? Даль. Не знаю, какой их. 44-й, наверное. У меня, наверное, там написано что-то. В Бразилии сделан здесь. Ну понятно. У них там актуально на эту тему. Вот, так что стволок, да, хрена. Вот, почти угадал, 45-й. Пойдем автомат посмотрим. Вот, 10 тысяч долларов и онлайн. 10 тысяч? И еще не трогать руками нужно. То есть хватаешь, цепляешь, запиливаешь патроны и попер. Опять же. Копичили Counter-Strike. Да, это вот ваша тема. Стоит 10 тысяч долларов и саживайтесь. О, конечно. Вон, как они разгоняют. Ну, пойдем далее. Еще нашел вот такой пистолетик. Он сразу же, видите, с указателем. Грудь наставляете. Edge. Бах. Вот так вот. Edge. Бам-бам-бам. И все. Фонарик. Светится. Все дела. Можно выключить. Как он выключается. Оп. Все, выключили. На самом деле, такой он совсем комариный, но, я не знаю, грабителя вольнуть хватит, мне кажется. Да? Стоит тут на меня снимает. Что на меня снимал? Подслушивает. Только что стояли тетки рядом со мной. Они ушли уже там. Это кто первый ролик смонтирует и выложит. Обязательно. Потом автор себе право доказывает, кто у кого это снимал. Вот такие вестерновые темы. Опа. У меня был такой в детстве пистолет, который пистонами стрелял, знаешь. Вот такая же херня. Здесь тоже у детей такие же пистолеты, как у тебя в детстве, только они не пистонами. Ты заметил, что в Волмарте не продают оружие игрушечное? Игрушечное? Не, не заметится. Заметится, там патроны продают. Там продают патроны, но пистолеты там игрушечные и продают. А зачем игрушечные покупать? Потому что детей может убить полицейский, если у него будет пистолет в руках. Видите, какая девочка? Сильно не включал. Да. Пистолеты не продает в магазинах. Вот так вот, он ничего не знает. Живет здесь уже два года. Нелегал. Нелегал несчастный. Это ты будешь иммиграционному офицеру доказывать. Легал он. Так, здесь пошли большие пигали. Нормальные пацаничьи. Оп. Какая тема нормальная. Ой. Тут написано не трогать, а мы трогаем. А где написано не трогать? Не, что ж ты так боишься? Пойдем вот на эту сторону. Здесь как пизжи. Ооо. Тут нет, нет, нет ничего. Трогать, трогать. 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 Трогаем здоровье. Трогать. Это я такой слонобой. Ой, там даже есть эта штучка. Смотри. Трогать. Трогать. Ты тоже? Да. Как твой канал? Я могу написать тебе. Вадик нашел какой-то бабский пистолет, потому что он с камнями, и он реально стреляет. Наркобарон какой-нибудь. И он реально стоит всего вот столько, и это капец конечно, на него еще патроны хер не бежит. Трейддин, видимо кто-то сдал наверное. Это все наверное бушко. Да не, он не может быть бушко. Почему? Ну как, почему? Почему он не может быть бушкой? Ну да, видишь он новый. А что тогда трейддин? Какое большое ведется. Пойдем дальше. Ну короче, может быть дали только комиссию. Кстати, в оружейном магазине, там где тир, как в ГТА. Как в ГТА, да. Там тоже оружие на комиссии лежал. Вот смотрите какая ручка. А ладно? Ох, такие ручки. Да. 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 Такой лазерный. Ее никто не видит, кроме вас. Это уже пошли нормальные игрушки. Это Desert Eagle. Опять же, Counter Strike вспоминаем. Огромные пистолеты, армейский вариант. Написано не трогать. 1600. Написано не трогать? Где? Где они вообще? Оооо, такой... Это огромный пистолет. Вот моя рука, а вот этот пистолет. Ну просто нереальная. Ты не делаешь ручку. Это не уничтожит эстера. Ну он не трогает. Американцы трогают трог. Да, они трогают его. А что он делаете? Да, правильно. Это тоже. Я не сказала, что шути на тату. Ну и можно, мне тоже можно. Какой он тяжелый. Он огромный, просто невероятно огромный, он просто... В этот момент выгодно сказать, я не понимаю тебя. Я не понимаю, когда я говорю английский, извините. Видимо, все хотят потрогать Desert Eagle, поэтому пойдем потрогаем что-нибудь другое. Пластиковые тенденции пришли в пистолеты. Но, с другой стороны, когда в пигале можно заменить рукоятки, сделать пистолетик какой хочешь, это прикольно. Сделать его. Все норм, да. Вот это будущее. Вы ходите с винтовкой и ребенком на животе. А ребенок в бронежилете при этом. Вот глоки, кстати, тоже длинные. Это 41-й, есть 23-й, есть 17-й. Разные есть. Это что, польская тема? Угу. Обомлеть. Ну вот они, эти глоки. Вот 36-й глок. Тоже пластик. Все пластик. Ну, в смысле, пластик низ, а держит, конечно, ствол. Металл. Пойдем дальше по рядам. Это кейсы для мин русского производства. Бабам! Брутто 43 КГ. В коробочке. Внезапно мы встретили польские мины, рукоедки от автоматов. Это что такое? Какая-то ракета, я не знаю, шомпола такая, 47. Ремонтные чистейшие штуки от этого КВТ. Хеликоптер, все дела. Ты вот для ребенка игрушку кидаешь с пятого этажа? Китайская штуковина. Это что такое? Это мина. И это мина. Это какая? Противотанковая или против? Польская. Не знаю зачем. Напишите у вас и у меня в комментариях, что это за мина и кто разгорается. Вот как она. Пехотная. Пехотная, да? Это танковая мина. Польская. А это... Эти самые... Как они, блядь, называются-то? Ну, короче, мины, да. Для миномета. Да. Ладно, let's go. Дальше, дальше поздравим. Да. Кусок Советского Союза Холодной Войны. Встречали. О-ва-ва-ва-ва-ва-ва. Ножики пошли. О-о, зомби апокалипчис наступает. Помнишь это старый пинки? Сельефер Солона? Да-да-да-да-да. Руки. Made in Russia. Обомбей. цинковые от калаша патрончики это калаш, да? 550 долларов стоят вот еще второй кусок холодной войны мы как-то в лесу нашли два таких цинка а что там внутри? патроны они герметично там упакованы, ее ножом вскрывают и там коробками они лежат, такими картонными и мы их в костер все побросали избежали, это что-то такое не знаю, там написано тоже патроны как здорово, ты английский выучил пойдем все прикалываете? нет этим можно как бы это Сиги есть ужас он, наверное, ударить может быть хорошо что ли шестьдесят долларов такой ножик стоит очки 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 разные уши, 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 бери уши всякая, всякая секота да ну в общем примерно выставка обо всем об этом пистолеты ножи винтовки автоматы все что хотите все есть все что касается все что касается вот, ребята, ножи делают всякие разные патроны продают амуницию продают сумки вот продают для оружия что еще здесь футболки с принтами разными прикольными так, что тут ножики, херожики ну, если вы очень любите оружие и в вашей стране оно позволительно то это прикольное место вот это кастомные ручки любые выбираете на любую модель вам сделают что еще здесь интересного снова пистолеты много всего я сейчас еще до кого-нибудь докопаюсь и узнаю, можно ли мне будет пистолет купить и ну, чтобы подтвердиться точно реально это сделать или нет ребята приехали со всех городов штата прикольно мне нравится что, какой слонобой за 1299 да, эта хрень стреляет сразу с двух стволов тадам я дам вам пару грамм огромный толстый не пару грамм ну реально офигеть надо в Counter Strike как такое прописать вот у меня с половиной штучкой еще есть приходим необычно ну и бронежилеты это очень легкая фигня грамм, наверное, 300 весит для пистолета держит это для автомата держит тоже это полиэтилен такой просто кусок полиэтилена огромный ну вот такая вот выставка приходите покупайте если вам это позволяет государство все пока 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 я